здравствуйте дорогие друзья те кто проводит свое время у телеэкрана на телеканале евразия и смотрит нашу домашнюю телепередачу встречи у камина очень интересные встречи бывают у камина они дают много полезной информации но есть темы которые почему-то мы иногда про них забываем наступает время когда нам хочется наконец-то отдохнуть куда-то убежать куда-то уехать и плыть особенно в такой ситуации когда обстоятельства сильнее нас ситуации чрезвычайно и прочее и конечно мы решили порадовать вас и нас воспоминаниями может быть воспоминания эти помогут нам настроиться на настроиться на оптимистический отдых и жизнь как наладится правильная елена виктора конечно а наша елена викторна пустовалова мастерица под уральской кухни еще ведь имеет еще одну должность так сказать общественно общественная работа елена викторна у нас руководитель группы арчан которые с огромным удовольствием отдыхают на теплоходе в круизах по реке волги поэтому я постаралась все пригласить вот в этой новой роли для того чтобы она нам поподробнее рассказала будут ли эти круизы и в даты в этом году и следующем году что для того чтобы нужно чтобы все забыть бросить уехать и поплавать так как отдых она отдыхают наши женщины вот группами где-то по 27 30 человек вот уже второй год вот там вспомнить то есть поделиться этими воспоминаниями елена викторовна мы отдыхали в прошлом году на теплоходе алексей толстой алексей толстой 4 палубные теплоход ним есть номера как люкс полулюкс эконом имя из и сам стандарт мы так как бабушки мы спокойненько отдыхали в экономе на канал классе в экономе классе до отличное питание хорошее обслуживание что еще у нас интересные экскурсии в каждом мы отдыхали по направлению самара нижний новгород какие города вы посетили за это время посетили казань казань у нас казань мы посетили два раза это у нас было две экскурсии ночная казань и обычно и дневная казань посещением мечети также мы побывали в городе нижний новгород нижний новгород на нас познакомили с истории этого города а в этом году мы едем на плюс так как у нас и нашу поездку отменили она должна была у нас быть 13 июня но так как и за коронавируса из нас перенесли на 26 июля мы также плывем восемь дней 8 дней будем будем в путешествии посетим нижний новгород посетить чебоксары чебоксары и ашкаралу тоже лишь королу до марина странным это республика мариэль посетим плюс кинешму и лишь мая городище город но и саму самару наверное экскурсия буду за мной самая припасе это когда под приезжаю самару у нас есть свободное время где-то часа четыре поэтому мы всегда заказываем обзорную экскурсию по самаре и бабушек мы катаем не только бабушки томас и молодежная группа и женщины осеннего возраста и бархатного возраста и мужчины даже иногда сопровождают и внуков и внуков берете почему вот я знаю по прошлому году путевки для наших путешественников были всего по 10600 рублей но это татьяна Александровна это прошло в сентябре мы ли есть мы все-таки были и по моему в июне нет в июле были это самое такое дорогой месяц июль у нас были путевки по 16 а у нас по моему по 10 в июне ну и это самое главное конечном итоге это не та сумма вот которую прямо отдали жизнь закончилась правильно нет конечно тем более такое замечательное обслуживание обслуживание в двух ресторанах питается какой там ресторан красный дракон один ресторан а второй я не помню его название но тем не менее там на 120 мест ресторан и на 38 до небольшой такой уютный ресторан какая замечательная программа ведь согласитесь да какая прям как все продумано продуманная встреча концерты очень хорошие приглашают очень таких знаменитых артистов приезжают да на теплоходе помните мы познакомились с рогожиным и приглашали его ворск да это завели это известный пародист директор театра пародии он здесь у нас приезжал и когда увидели фотографии все подумали что это филипп киркоров что это лолита у нас было что это ольгу салиеву ольгу салиеву тоже нашли в самаре на теплоходе все конечно замечательные артисты стали потом гостями города в этом году постараемся на еще тем более мне кажется ли он виктор на очень удобно что у нас есть поезд торск москва правильно да да вы садитесь на этот поезд и на утром вы уже самаре много но отправляется теплоход всегда вечером по вечерам освобожденное время для посещения самары это в девятнадцатом году мы посетили выставочный зал до замечательный выставочный зал сама резумительный радуга до радуга зал который нельзя не посетить вот а мы в каком-то замке даже потом самаре побывали гарибальди замок замок гарибальди замок гарибальди до 30 километров от самары 30 километров от самара сделано на современный лад но сделан уже как бы в память о предках но в современном стиле на современном стиле сделал да но он еще не открыт для посещения его только можно посмотреть вот кроме того что на потеплоходе программа даже я помню после обеда желающие могли идти на играй гармонь а вечером замечательный концерт а дискотека на палубе на кинозал кинозал постоянно работал и для детей детская комната и очень ведь необычная все-таки была красивая кухня наподобие как тут в турции кто побывал и видел как все это преподносили эти а люди это украшение капитанский ужина не повторялась не повторялись до 6 дней нам не повторился ни одно блюдо не повторилось все время было новое удивительное красиво оформлено и подано все это поэтому конечно мы почему-то забыли о таком виде отдыха как теплоходные круизы которые вполне по силам южноуральцам тем более что мы едем такими группами в этом году вторая группа будет в этом году присоединились еще и челябинцы 80 человек 70 чем-то да которые тоже хотят вот взять и совершить круиз потому что что за границей то закрыто закрыто да и куда особо ехать ну мы вот сентябре вторая группа и у нас едет в астрахань в астрахань да там у нас мы посетим города саратов волгоград и астрахань и аж большие долары больших город вы будете в пути 7 дней до 7 ночей ли вы там шесть дней 7 ночей 7 ночей 8 очень наверное астрахань далеко поэтому мы как сутки будем идти без остановок ну там очень хорошие на рыбу то волжскую попробовали пиво то жигулевская попили конечно это обязательно на у вас был выбор вам предлагали или монастырь или пивзавод что вы выбрали после экскурсии у нас осталось время и как-то вот нам предложил куда вы поедете у нас был монастырь или пивзавод монастырь женский или мужской женский 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 монастырь и все начали у нас бабушки возмущаться ругаться и решили требовали монастырь все хотели и там остаться более молодого поколения было больше они отправились все и все те бабушки которые бы хотели монастырь набрали пиво больше чем все остальные и рыбы тоже не рыба там очень вкусно был жерех для это вообще очень была такая вкусная рыба ну и пиво наша самарская конечно набрали на все пять дней ясно ну и что мне еще очень вот понравилось потому что в одном путешествии я тоже побывала это как встречал каждый город вот каждый город каждой программой со своей программой да вот до выходили наряженные артисты они рассказывали своем городе они танцевали перед нами но это все конечно можно увидеть фото сюжетов которые вы елена виктор наверное предоставили вот для нашей телепередачи встречи у камина и мне хочется в связи с этим спросить вас ну что приглашаем наше население не дрожать не доживать а жить как я всегда говорю будем жить а не доживая будем счастливыми бабушками да и не будем сидеть на лавочках мы будем ездить отдыхать путешествовать 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 потому что ну действительно какие мы бабушки мы супер бабушки правильно мы все можем вот как говорят года идут кардиограмма плачет душа поет а дуть скачет конечно шучу ты наверное этот кусочек то и вырежут тем не менее душа то не меняется она такая же молодая вот и какая тут кардиограмма в этом году мы же отдыхаем теперь по понедельникам потому что суббота воскресенье все у нас бабушки где надо на даче а по понедельникам у нас нет воды поэтому собрались и поехали программа у нас перенесена на понедельник ну а теплоходные конечно круизы у нас мы приглашаем наших южноуральцев теплоходные круизы они у нас практически были с мая месяца доме до октября до октября поэтому у вас есть прекрасная возможность и посмотреть фотографии которые сегодня мы вам представим а я хочу не только показать альбом вот такой наш на теплоход на котором мы путешествуем но и его каюты но и прочитать вам песню которую написали арчане когда они прощались с коллективом с капитаном с группой до с директором круиза с артистами с составом моряками молодыми даст официантами все кто это же огромная команда я помню вот было у нас 120 человек и 80 человек нас обслуживали просто на каждого получается почти один обслуживающих 78 расчета на сто семьдесят восемьдесят 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 где-то вот обслуживание до теплоходу алексей толстой посвящается от уральского региона от оренбургской области от проекта играй гармонь до свидания вокзал и самара прощай белый лайнер нас ждет в порту он отправится в рейс по родным берегам с капитаном своим на борту городам привет деревням салют с хлебом солью встречают нас узнаем наш край узнаем страну узнаем россию свою алексей толстой повал нам спешит обгоняя волжскую гладь облака летят города встают и туристы уже поют лайнер наш родной ты нам стал судьбой будем помнить тебя всегда будем петь и плясать и рассветы встречать на борту твоего корабля авторы песни заслуженный учитель россии зоя ивана данилова автор музыки это целый гимн был написан теплоходу заслуженный работник культуры арчанка анна дерябина вот такими словами мы и хотим завершить наш рассказ о теплоходных круизах которые стали уже повседневной жизнью наших горожан наших земляков оренбуржцев не грустите не вгоняйте в нашу жизнь плесень вечных нычащих депрессий собирайтесь чем она нибудь чем она обязательно по ей укладываем чемодан да пусть чемодан собирается нам все по телевизору говорили вы сумочку то соберите там в больницу на всякий случай вдруг что а у вас должен стоять чемодан путешествие и так дорогие друзья приглашаем вас и на телеканал евразии и на участие в наших замечательных семейных добрых теплых передач встречу камина уральская кухня играй гармонь уральская и на те путешествия которые возродят нас к новой жизни к новому году а этот год мы переживем все вместе до переживем всего доброго до свидания до свидания